Добрый вечер. Во-первых, всех поздравляю с прошедшим Йон-Кипуром и с наступающим праздником Фухода. Во-вторых, я всем должен еще извинения, что я, к сожалению, пропустил наш прошлый урок. Но, тем не менее, мы продолжим то, что у нас есть. И еще, я сейчас посмотрел, мы пропустим, у нас по порядку 38-й абзац должен быть у нас в 14-й главе, мы начнем с 39-го. 38-й мне тоже плохо понятен, но немножко большой. Соответственно, переводить непонятный абзац и как его объяснять, мы перейдем на 39-й абзац, он важен. Вроде бы Рав говорит там про что-то, что относится к каким-то высшим праведникам, типа самого Рава. Мы попробуем найти, как это относится к нам, потому что, мне кажется, это очень хорошо и очень сильно относится к нам. Как раз, хорошо, все, давайте теперь начнем. Меня хорошо слышно, да? Я очень надеюсь. Начнем. Перевода у нас, к сожалению, сегодня тоже нет. Соответственно, я буду переводить походу. kritис frente к другому, Вот, что это дело, когда мы объясним, как не Duke proper, Ему posso помаздывать скорости следующе. Еще раз, чтобы там сPlayer, Что могут быть в таком возрасте с другом, или подниматься в другом, только на один раз, на один раз они чувствуют, что это уже много, и полетен в истории, как в истории, празднование в улами. Есть такие проблемы, Что не только, когда им не хватает какого-то мгновения полного объема, полного объема прилипления к Богу в полной мере. Всеми фибрами души, всей мощностью жизни, они сразу же чувствуют в своей душе глубину беды, греха и исправляют высшей шовой свой кризис. С помощью высшей шувы, великой, большой. Но и также, когда их прилипление к Богу, оно будет наполнено только с одной стороны, со стороны только трепета или со стороны только любви. И они чувствуют в этом также очень серьезный недостаток. И разбиение связи божественного, связи божественной основы с миром. Значит, я попробую сейчас рассказать, что здесь имеется. Ну и так, мы говорим здесь про Цезекин, и предложение у нас построено из двух частей. Не только но. Значит, первая часть, что недостаточно, что когда этот праведник чувствует, что у него немножко ослабла связь с Богом, он сразу же делает, что будет чувствовать, что это большой связь с Богом. Но и так же, если он чувствует, что не ослабла связь с Богом, она по всей силе, но она только с одной стороны. Либо со стороны любви, либо со стороны трепета, он сразу же чувствует, что это сильный недостаток, настолько сильный, который разбивает, разламывает связь божественного, основу божественного в мире. И вот эта вот вторая часть, мне кажется, она основная здесь, и я хочу немножко побольше расстрелиться. По определению в обширке, вера – это такое вот трепыхание, это колебание между любовью и трепетом к Богу. И мир движется тоже, вот как бы колеблется этот маятник, то он уходит сильно в любовь, то он сильно уходит в трепет, из одной стороны он переходит в другой, колебания потихонечку затухают, и в конце концов мы приходим к такому маятнику, который такой атом, который колеблется, маятник такой колеблется, такое дрожание, это дрожание, это вера. Теперь, если, что мне здесь важно, если мы немножко переиграемся, то есть это, мне кажется, не только для праведников это важно, это для нас всех важно. Если мы слишком вцепимся в одну из этих половин, то это будет действительно плохо. Это не только для праведников плохо, это для всех будет плохо. Это неправильно. Если, допустим, не знаю, мы будем служить только в любви к Богу, то это слишком близко к панибратству. И это не полное служение, потому что какую-то часть божественного мы пропустим, соответственно, это уже будет, все наше служение пойдет мимо. То же самое наоборот, если мы перестараемся в трепете перед Богом, то тоже мы пропустим что-то, и это будет мимо. Здесь я опять презентрирую Раф Шерке, он говорит, что когда мы что-то говорим про Бога, нам тут же нужно сказать противоположную вещь, иначе мы промахнулись. Бог, он непостижим, он в себе содержит все понятия, поэтому если мы к нему хотим прилепить что-то одно, тут же нужно другое, тогда это будет более правильно или менее неправильно. Соответственно, если мы будем обращаться к Богу только как любовь или только как трепет, это неправильное обращение к Богу. Когда Всевышний управляет историей, есть действительно времена, есть этапы, когда более сильное проявляется у человечества в отношении к Богу со стороны любви или отношение к Богу со стороны трепета. Но нам важно знать, что нам очень нужна равновесие, и это главное в отношении. Это очень важно. Именно поэтому, вот Раф здесь говорит про праведника, и обратите внимание, да, то есть он не до конца, не в полной мере прилепил к Богу. Хорошо, быстренько делаем ничего, и все хорошо. Но если у него есть перекос в одну из сторон, и у нас тоже, это как бы, это касается нас. Перекос в одну из сторон, это плохо. И Раф этого не пишет про просто, что не хватает ему связи с Богом. Это нам разбивает связь божественной основы с миром, когда мы относимся, обращаемся к Богу только со стороны любви. Или мы нарушаем равновесие в сторону любви или в сторону трепета. Это плохо. Я добавляю себя не только для праведника, но и для всего мира, для всех нас. Это как бы относится к нам. Я добавляю себя не только для праведника, но и для всех нас. Я добавляю себя не только для праведника, но и для всех нас. Эти высшие праведники, которые полны божественного милосердия и сопереживания к каждому творению. Во всех, ко всем мирам и всем наполняющим их от начала и до конца, которые перепоясываются мужеством и венчаются величием. Они чувствуют отсутствие равновесия в своей системе привязанности к Богу. К своей чистой, очищенной системе привязанности к Богу. И да, ровно божественное, нарушена это плохо. И да, ровно божественное, нарушение к Богу. 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 Они возвращаются к чуве. Они делают чуву. И поднимаются до высшей точки. Настолько выше, что оттуда распространяется, выплескивается буквально богатство, которое есть у святостей. И находят они там святые весы на высшем месте. Исправляют несоответствие. И исправляют, они исправляют... Исправляют недостаток хромания Якова. И идут прямыми путями, как сказано, моя нога стояла прямо в их присутствии. Благословлю Бога. Это те прямые, которым открывается всегда тайна Бога. Как сказано в этой Шарим Судо, у прямых его тайнах. И от света, который нас вырисовывается, от распространения их уровня, вся душа, любая душа, которая занимается изучением, великолепия жизни, как сказано, вы хекер кого-то, изучение величия. Величие. Величие. И оно важно. То есть понятно, что мы разные люди, у кого-то есть разные... Кто-то склоняется к одному, кто склоняется к другому. Но всегда нам важно равновесие. Мы не отметаем человека, который, допустим, больше привлекает в путь любви, или человек, который больше привлекает, больше ему подходит даже в путь трепет. Но, допустим, я вот приведу пример праотца. Абраам, он, наша традиция говорит, что он, это мера милосердия. И наша традиция говорит, что его жена, цара, это суд в милосердии. То есть она пришла его выпрямить, его исправить, его буквально огранить. Когда у нас есть драгоценный камень, его нужно немножко отрезать. Из него отбить какие-то части, чтобы получилось у нас ограненный, действительно красивый кристалл, а не просто потенциал. Потому что то же самое, у нас есть направление в сторону трепета, как у Ицхака, то как бы наоборот. То есть нам обязательно, человек, у него какое-то личное предпочтение по строению его души и так далее. Но нам обязательно уже сегодня, как бы мы уже прошли дорогой праотцев, и мы можем смотреть на мир. Это очень важно, как взгляд на мир. Это именно искать равновесие между любовью и трепетом. Если я больше к любовью, мне, видимо, нужно больше заниматься любовью. Но ни в коем случае мне нельзя быть на месте, что если я отношусь к партии любви, то мне считать, что партия трепета, она вообще не нужна, они занимаются их не тем. И это неправильное служение, это неверно. Потому что служение, оно и любовь, и трепет. И наоборот, если я партия трепета, то говорить, что партия любви занимается глупостями, это плохо. Это вредит моему служению в том числе. И мне, где бы я ни был, нужно постоянно выравнивать и понимать. Секундочку. Где я? Как я? Что я? А все ли уравновешеннее? Я не знаю, относится ли это, то, что я хочу сейчас сказать, к нашей теме, может быть, относится. Я приведу такой пример. Есть люди-оптимисты. Они все видят в позитивном ключе. Есть люди-пессимисты. Они все видят в пессимистичном ключе. Мы как бы учим, да, что лучше быть пессимистом вроде, да. Давайте обратим внимание. Тут нет лучше. Да. Есть оптимисты, которые... будут цвести, когда вокруг все более-менее в порядке. Есть пессимисты, с помощью которых мы сможем выжить, когда мир вокруг рушится. Потому что они уже ко всему этому готовы. Давайте возьмем оптимиста, да. Он может сказать, что будущее будет хорошее. И поэтому, почему бы сейчас не забрать кусок от будущего, когда все будет хорошо, а не пройтись здесь и сегодня. Потому что понятно, что все будет хорошо. У оптимиста... Ну, это его слабость, конечно. Но у оптимиста, с другой стороны, есть большой плюс. У него... Как это? Ихут Хаим, у него... Хорошая жизнь. Ему всегда хорошо. Он видит постоянно хорошее участие, не завидует как бы соседу. Он обращает внимание на правительный аспект. У него сейчас, в каждом сейчас, да, у него хорошая жизнь. Он доволен своей жизнью. Он постоянно замечает, что у кого-то хуже, а у меня лучше. благодарит как бы благодарит Бога. Ему хорошо. Не важно, что вокруг, ему хорошо. Но как он готовится к будущему, большой вопрос. Он не переживает, что он в будущем будет. Теперь давайте о нем пессимист. Так он знает, что будет плохо. Так он знает, что сейчас плохо будет еще хуже. Он постоянно готовится ко всяким плохим сценариям. и потом, если, не дай Бог, что-то плохое происходит, то он наготовит. А даже если ничего плохого не происходит, он в себе уже построил будущее. То есть он постоянно вкладывается в будущее. Это положительная часть. Секундочку. Но его жизнь здесь и сейчас, она плохого качества, потому что он постоянно переживает, что будет, а что не будет, а как будет. Если это две части объединить вместе, то каждый с одной стороны будет выводить из себя вторую половину очень сильно. Ну, как ты не понимаешь, что же хорошо, что же плохо. с другой стороны они начнут другого равновешивать. И вот такой вот тандем, он сможет хорошо работать. Мне кажется, что-то похожее в нашем отношении и к Богу. Если я буду только со стороны любви, мы что-то теряем, что-то очень серьезное теряем по отношению Бога к миру, по отношению к нам по отношению нашего с Богом и так далее. И противоположно. Даже если мы непримитивной манерой не занимаемся примитивным страхом, мы работаем с высшим трепетом перед Богом. Даже этот высший трепет, если только с этой стороны мы подходим и теряем, и мы много теряем. Так же, как в нашем примере, оптимист-пессимист, у каждого из них чего-то не хватает. В тот момент, когда он не прекратил быть оптимистом, но он понял, что его чего-то не хватает. И что пессимист он не дурак, а это еще взгляд на жизнь и важный для него в том числе, ну и наоборот, конечно, в этот момент у нас получается и прилепиться к Богу, и более качественно и лучше жить здесь. Как-то одним махом семерых убивахом. ну вот то есть так вот. Это то, что мне показалось. Рас здесь говорит в нашем отрывке безусловно не про нас, а про высших правильников. И как они делают чугу? В тот момент, что они находят в своей душе неравновесие между уровнем любви и уровнем трепета. А тем более они делают чугу, когда они понимают, что они оторвались немножко от Всевышнего. Мы не там, но мне очень-очень кажется, что это относится к нам на нашем уровне тоже очень сильно. Это очень важная идея не перевешивать ни одну из сторон. А если даже перевешивать, потому что у меня лично туда направленность, предрасположенность, обязательно нужно понимание, что противоположная сторона также очень важна для меня. Я остановлюсь на этом и с большим удовольствием хочу послушать, что вы скажете, как вам этот отрывок? Натан, я хочу сказать. Можно? Да-да, конечно. Дело в том, что в соответствии с тем, что мы раньше учили ранние переводы. Мне кажется, трепет это не очень корректно будет, потому что трепет это вроде как и страх и любовь вместе, а вот любовь и страх, а трепет объединяет это. Мне кажется, у нас раньше в переводах вот так мы разбирались, если я не ошибаюсь, что трепет это как раз было идеальное некое состояние, вполне вероятно. Я понял вас. Как это? Я позволю себе с вами не согласиться, даже если вы правы. Я объясню, почему. Я приложил сейчас усилия, чтобы уйти именно от слов страх, потому что аксессия со словами страх у нас не про то Рав сейчас говорит. поэтому именно вот треть, то есть вот не знаю как вот ну вы знаете как не знаю там мы можем вот за мной да звездное небо бездонное величие творения это вот такой вот это это не страх но это как это это из семьи вот этого чувства да и поэтому потому что вот страх ассоциация вот как я боюсь волка я боюсь там чего-нибудь я боюсь чтобы не наказали и в данном случае Рав безусловно говорит не про это есть служба из любви есть служба из трепета есть как бы я сейчас немножко еще по-другому вам мы пользуемся этими же терминами Рав ими пользуются как весами да есть слева любовь а справа есть трепет мы это используют иногда как иерархия нижний уровень это служение из страха и высший уровень это служение из любви Рав сейчас говорит не про это Рав сейчас говорит что на серьезном уровне служения у нас должен быть и трепет и любовь и уравновешенно они не построены здесь иерархически где страх под любовью поэтому я специально ушел от слова сочетания страх и поставил здесь любовь по отношению к трепете поэтому даже если вы правы и мы во всех переводах так вот работали страх любовь трепет в данном контексте трепет противопоставляется любви но как на одном уровне они по горизонтали не по вертикали спасибо Натан большое а тогда давайте откатимся немножечко в понятие служения из любви какие чувства вообще вот как как это в мозгу человека любовь к Богу выражается мне кажется чтобы нам до конца этот текст понять нам нужно немножечко вот туда вернуться чтобы нам как следует отличить трепет и любовь вот чем они вот отличаются вот чтобы как следует было понятно что в себе уравновешивать в корнях покопаться чуть-чуть какое чувство из любви вот как оно выражается внутри человека вот как подняли здесь для того чтобы ударить по мячу значит я попробую я сейчас как бы я с собой немножко со временем смотрите вот это вот любовь слишком большая действительно о которой Раф говорит она превращается просто ну вот фанатизм в тот же оптимизм а бог бог меня любит он все за меня сделает ой да как хорошо все будет все мне простит можно гадость да 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 а вот какая она должна быть любовь вот где она где это хоть немного я попробую на одной ноге пересказать вам очень сложный очень сложный но очень важно стать фьюравом которую я учил и учу это конечно профанация то что я сейчас буду делать и кроме того я не буду отвечать на ваш вопрос я вместо того чтобы объяснять или пытаться объяснить что такое вот именно трепет по отношению к любви я хочу отрезать вот этот вот страх который нехороший я этим немножко занимался и здесь сейчас мы как бы смотрите есть требования есть требования да нас в том числе называется всевышний как бы ты напротив меня постоянно я бог как бы нахожусь напротив тебя всевышний постоянно это напоминает мне глаз который в христианских храмах нарисован глаз который на тебя постоянно смотрит и он смотрит на тебя неважно ты там сбоку ты там справа ты там слева у меня теперь такой риторический вопрос как это а как мы себя чувствуем когда вот такой глаз видим который на тебя смотрит постоянно как у нас это ощущение вызывает ну какое тут больше пожалуй ну неприятное правда неприятное ощущение тут больше все-таки страха да немножко неприятное ощущение да именно так теперь я вам сейчас сейчас я вам сюда налью не переживайте сейчас плохо буду сейчас лови бога мы не можем понять совсем бог он ужасно сильный от бога не убежать бог от нас что-то требует и бог нам угрожает постоянно видят все что мы делаем все что мы думаем все что мы говорим глаз раздувается невообразимых пределов и у нас получается что это вот шевит ленегит авид да бог я буду перед тобой постоянно превращается в чудовище от которого естественное человеческое желание побыстрее как-то смотать удочки сделать ноги как-то отвести взгляд от этого взгляда от этого глаза и куда-то деться а то что никуда не деться это не не добавляет радости а наоборот очень нехорошее ощущение и рам говорит этот страх от которого неправильное отношение к богу страх и это не то теперь как то как то не пытаться пробиться к богу напрямую а идти через то что называется божественное качество как то любовь справедливость мир правда прямота жалость и так далее почему почему потому что это все качества которые у меня есть по крайней мере в зачаточном состоянии я с ними знаком если бог который мы сейчас нарисовали он принципиально чужой да вот это воплощение полностью чужого я бы не могу никак понять и так далее мысли незачем зацепиться за него он полностью чужой и поэтому это страшно и поэтому хочется сбежать когда я начинаю куть к богу через его отношения через его как бы пути управления там разные слова есть неважно да через его божественные качества то это во-первых это мне знакомо это близко во-вторых от этого я могу идти развивать есть моя человеческая правда есть божественная правда но она как-то соотносится с моей человеческой я могу от себя начать путь к божественной правде к божественной справедливости к божественному миру потому что я знаю что такое мир я знаю что такое правда я знаю что такое все эти вещи хотя бы их зачатки я могу у меня есть что взращивать То есть это получается из принципиально чужого принципиально сухого. То есть не совсем как бы Бог не то, что сидит в моем сердце, нет. Бог он снаружи и он внутри, но вот этот вот путь к Богу, это вот как бы высший путь, это высшая любовь, это высший трепет. А вот путь, который я нарисовал до того, это тоже кошерная дорога, это правильная дорога, хорошая дорога, но эта дорога опасная, эта дорога низкая. Наше поколение, ему как бы относится вторая дорога. Соответственно, первая дорога его будет уже скорее, может быть, как бы в предыдущих поколениях служили дорогой вот этого глаза и было нормально. Сегодня это только отвратит. И даже, то есть это было, это как бы на минимуме правильная кошерная дорога, но она опасная. С нее можно очень быстро соскользнуть, кидало поклонству, к атеизму, к чему угодно, потому что такое, как бы, то есть это не проговаривается вслух, но это есть. Потому что Бог, который мы предлагаем вот таким вот низким уровнем, это вот такой вот Бог. Как-то сказать, главный бандит в нашем районе, да? Он сильный, он непобедимый, он меня всегда достанет, он из меня все долги выбьет, как бы, очень неприятно. И никуда от него не избежать. Главарь местной мать. Вот. То есть это тот страх, да? Который, как-то можно сказать, нет. Это нету. Теперь трепет, да? У нас есть трепет, у нас есть какой-то человек, которого мы знаем и очень уважаем. Когда мы его встречаем и трепещем перед ним, это, но это не тот страх, который я объяснил раньше. Это трепет. Так же любовь. У нас есть чего он человек, мы понимаем, что можно ее развивать. Так к чему я? Я хочу сейчас отрезать вот этот вот страх, который он, я не скажу, что он не хороший, но он низкий. Во-первых, это опасно. Во-вторых, это то, что получил мир от иудаизма, когда иудаизм ушел в изгнание. И это еще сильнее из огну. Но сейчас мы возвращаемся. И поэтому как бы через жизнь, через еврейский народ, через отношение к Богу правильное, через его качество, а не напрямую, мы должны продвигаться. Теперь Раф там же, в этой же статье запрагивает вопрос, а что делать? У нас же есть внутреннее желание к мистике, к неизвестному, к неизведанному, к Богу напрямую. Так вот, когда мы идем правильно, идем, так как я сказал, через еврейский народ, через божественные качества, то это чувство стремления к божественному может остаться внутри. И оно тогда будет правильное и кошерное, оно будет не до конца определено, и это нормально. И вот тогда ему есть место. А если его мы поставим на первый план, да, вот опять-таки с этим сглазом, всевидящим оком, то мы захотим сбежать. Это естественное человеческое движение, потому что невозможно. Потому что вот именно вот это вот требование, шеветь, а шеветь не томить, Всевышний, я всегда буду напротив тебя, напротив твоего лица. Если пытаться это сделать первым путем, это прямая дорога в сумасшедший дом. Это невозможно. Как бы это очень сильно. Это как возможно, если идти правильной дорогой, длинной, спокойной, начиная от божественных качеств, которые я знаю и понимаю. Я очень сильно сократил. Это большая статья. Она очень написана сложным языком, и она очень важна. Мне показалось сейчас, как бы, вот именно просто мы близко к Йом-Кипуру после Рошашана, это хорошее время немножко, как это, занавесочку отодвилось, посмотреть, что там скрывается. И это как бы отдельная важная тема, да, вот про любовь к Богу, про трепет перед Богом. Мне кажется, это не совсем то, что мы сейчас затрагивали, вот, в том, что Рав сказал. Я не знаю, насколько это ответ на ваш вопрос, потому что, скажем, стоять тут с умным видом и говорить, что такое любовь к Богу, что такое трепет, как бы, это я не знаю. Но я, по крайней мере, поделился тем, что, как бы, то, что я перевалил, перевалил из того, что, как бы, Рав сказал, вот, и вот делюсь с вами. Смотрите, Натан, как интересно получается. Как раз вот в связи с Йом-Киппуром мы сейчас плавно подойдем к чуду божественного света. Когда вы описываете страх, вы даже используете вещи, идолы. Просто, чтобы описать страх перед Богом, мы используем идолы. То есть страх, он отметается даже на уровне речи и объяснений. А когда мы говорим о любви, мы говорим о чувствах, мы говорим о взаимоотношениях, мы говорим о том, что там получается чува из любви автоматически. То есть если хочешь быть ты счастлив, то есть то тебе придется смотреть на мир иначе. Тебе надо поменять подход к людям, то есть подходи к ним с их сильной, хорошей стороны, а не с плохой. Не то, что ты недостаток увидел и тыкаешь его, тыкаешь его. Человек убежит, как от того глаза, а ты подходишь с сильной его стороны. Мне кажется, это взгляд как раз в иудаизме к людям должен быть такой. Если ты хочешь так... На этом уровне трепет, он нас существует. Да, есть. Противоположность любви, но это не тот страх ни в коем случае, по которому мы говорим. Страх нужно отмести вообще. Нужно верить в себя. В том, что мы и есть... То есть Бог это и есть я. Бог это и есть другие люди. И когда понимание войдет в сердце и печенки, когда подход будет меняться, отшуваться, тогда происходит, позволю себе заметить, чудо божественной ограмки. Потому что стоит тебе начать думать и видеть в этом направлении, вещи меняются. Это происходит автоматически, как бы независимо от тебя. Мне кажется, в этом и есть чудо божественного света, божественной ограмки. Что твой мир начинает быть счастливым, что бы ты ни видел. Как бы, что бы ни происходило, ты можешь зайти с сильной и положительной стороны. Ты шугуешь автоматически все. Мне кажется так. Отлично. Большое спасибо. Максим, вы хотите что-то сказать? Нет-нет, я пытаюсь разобраться, насчет чего вы общаетесь, поскольку это первый урок. Я хотел послушать, как вы преподаете и на каком уровне. Я так понимаю, мне придется вернуться к первому. Ну как, прошел я экзамен. Смотрите, у нас есть уроки, как бы, ну, в нашем, в телеграм-канале, там, как бы, если идти назад по книжке, то там много уроков. У меня очень много было еще отклонения от темы. Ну, там много интересного. Я не знаю, сколько у нас там уже уроков. 50 или 100, наверное. Но у нас, я думаю, сотни. У нас, да, мы несколько лет уже учимся так. Я думаю, сто уроков у нас будет. Как вам удобно. Я, как бы, извиняюсь, что не отнесся. Но здесь интересные вещи. Да, я понимаю, что трудно, потому что я с конца, как бы, начал. Это Нехама. Нехама сделала вам рекламу в серии уроков по книге Рава Ашкинази. Монету. Спасибо, Нехама. Хорошо, приходите. Большим удовольствием. Ну что ж, большое спасибо всем присутствующим. И до встречи с Божьей помощью через две недели. До встречи. До свидания. Спасибо, Натан. До встречи. Еще раз я извиняюсь за прошлый урок, который я пропустил. Как-то мой любимый урок. Это вообще, конечно, непростительный. Вот. Все. Всем всего наилучшего. До свидания. До свидания. С праздниками. С праздниками. Спасибо. Продолжение следует...